Добрый день! Я Анна Смоленинова, специалист по маркетингу группы CDS. Сегодня мы рассмотрим самые популярные планировки корпусов второй очереди квартала Город Первых. Совсем недавно первые два корпуса этой очереди были введены в эксплуатацию, а это значит, скоро начнется передача квартир дольщикам. В сентябре во дворах первого и второго корпусов началось строительство детского сада для 325 малышей. Плановая сдача объекта 4 квартал 2024 года. А теперь посмотрим самые популярные планировки этой очереди. Начинаем, как всегда, с квартиры студии. Площадь этой планировки с учетом лоджии 30 квадратных метров. Прихожая отделена от основного пространства квартиры. Напротив входа мы разбестили глубокую нишу для шкафа или системы хранения. Санузел площадью почти 4 квадратных метра, где размещается ванна и остальная сантехника, а также есть место для стиральной машинки и стеллажа для бытовой химии. Зона кухни организована таким образом, что одновременно служит проходом в основную часть комнаты. Многофункциональное использование квадратных метров – это важный критерий для квартир небольшой площади. Жилое пространство максимально обособлено. При желании спальное место можно отделить от основного объема квартиры дополнительной перегородкой. В квартире два световых проема, что существенно расширяет и увеличивает пространство, а небольшая лоджия станет прекрасным местом для отдыха. И еще одна студия большего метража 35 и 17 квадратных метров с учетом лоджии. В выделенной прихожей очень длинные ниши для хранения, куда можно спрятать всю сезонную одежду и даже велосипед или сноуборд. Рядом вход санузел почти 5 квадратных метров с ванной и отдельным местом для стиральной машины. Как раз рядом с ней размещены две влагозащищенные розетки. При желании минималистичный кухонный фронт можно продлить на соседнюю стену, но и такого формата будет достаточно для простых кулинарных творений. Ближе к выходу на стекленную лоджию размещаем столовую зону, рабочий стол, спальное место, а на лоджии организуем место для отдыха или дополнительного хранения. Переходим к квартирам с одной спальней. Это похожие планировки, у них есть небольшие различия по площадям комнат и лоджии, поэтому каждый может выбрать предпочтительный вариант. Выделенная прихожая с нишей, в которой хватит места для продуманной системы хранения. В кухне-гостиной достаточно места для столовой и диванной группы, а кухонный фронт удобно размещается в предназначенной для него ниши. В спальне шириной до 2,8 метров поместится двуспальная кровать, прикроватные тумбочки, шкаф и, конечно же, телевизор. Глубину лоджии можно выбрать в зависимости от ваших предпочтений или будущего назначения. Это может быть рабочий уголок, фитнес-пространство или место для отдыха. Квартира с одной спальней и кухней-гостиной в большом метраже, почти 44 квадратных метра. Достаточно большая система хранения предусмотрена как в изолированной прихожей, так и в дополнительной нише в глубине квартиры. Спальня почти 13 квадратных метров с удобной нишей для шкафа и просторным местом для двуспальной кровати и телевизора. Кухня-гостиная 15 квадратных метров, немного вытянутой формы. Две точки освещения на потолке помогают разделить пространство на две зоны. Кухня с Г-образным фронтом на 5 стандартных секций и столовая с диванной группой. Особое преимущество – это остекленная лоджия, ее можно превратить в настоящую лаунж-зону. В проекте достаточно широко представлены квартиры с двумя спальнями. Сегодня мы остановимся на нескольких популярных планировках. Итак, первая квартира с учетом лоджии площадью от 56 квадратных метров. Уже ставшая привычной и необходимой выделенная прихожая с нишей для хранения. Раздельный санузел обеспечивает комфорт для каждого члена семьи в утренние часы пик. Две равнозначные спальни 12 квадратных метров. Комната для родителей или ребенка. Смежное расположение комнат удобно, когда ребенок еще маленький и нужно часто его проведывать. Вытянутая кухня-гостиная гармонично разделена на пространство для готовки и столовую. А ближе к выходу на лоджию расположится диванная группа для вечерних киносеансов. И еще одна квартира с двумя спальнями площадью 69 квадратных метров с учетом лоджии. Квартира торцевая и выходит на три стороны, поэтому она хорошо освещается и проветривается. Важным пунктом для многих семей является разделение квартиры на общественную и приватную часть. Мы видим, что спальни и гостиная отделены друг от друга. Это удобно, если в семье разный режим дня. Гардеробная с ходом из коридора формирует общее хранение, например, для сезонных вещей или спортивного инвентаря. Просторная кухня-гостиная больше 17 квадратных метров с двумя окнами и остекленной лоджией. Одно окно расположено рядом с кухонным фронтом. Здесь можно продлить рабочую поверхность или установить обеденный стол, чтобы наслаждаться естественным светом. Детская комната с двумя окнами. У каждого ребенка будет своя кровать и шкаф и учебный стол рядом с окном. Просторная квартира для большой и дружной семьи. 74 квадратных метра, три спальни и кухня-гостиная. Выделенная прихожая с нишей, в которой хватит места для продуманной системы хранения и организации гардеробной. Грязная точка вынесена с путей перемещения по квартире, поэтому время на уборку можно будет сократить. Три спальни равнозначной площади по 11 квадратных метров. Детскую или гостевую комнату будет удобно расположить дальше от гостиной, где могут допоздна смотреть кино. Кухня-гостиная – настоящее сердце дома. В нише убираем кухонный фронт, обеденный стол ставим рядом с окном, а ближе к выходу на лоджию размещаем диванную группу. Ширина комнаты в этом месте более трех метров, что достаточно для организации домашнего кинотеатра. Остекленная лоджия обращена на северо-запад, с нее будут открываться шикарные виды на закат. И финальная квартира на сегодня – квартира с тремя спальнями площадью 92 квадратных метра. Квартира обращена на две стороны, а значит, хорошо проветривается и освещается. Два полноценных санузла с ванной и душевой кабиной, чтобы большой семье было по-настоящему комфортно. Предусмотрено множество ниш для хранения. Вы сможете разместить все вещи большой семьи с максимальным комфортом, и это не будет выглядеть громоздко. Две равнозначные спальни и еще одна комната с двумя окнами. В ней можно разместить кабинет, вторую детскую или гостевую. Решение за вами. Просторная кухня, гостиная 22 квадратных метра с двумя окнами и остекленной лоджией. Кухня со столом островом, как в любимых сериалах. Обеденный стол для всей семьи и родственников, уютная диванная группа в нише. Как мы убедились, в квартале Город Первых представлены самые разнообразные решения всех типов квартир. Поэтому заходите на сайт, рассматривайте планировки, вдохновляйтесь и выбирайте свою квартиру мечты. А на этом у меня все. До скорых встреч!